Уважаемый Сергей Валерьевич, Инновационный центр Крым это очень важно. Это очень важно для Крыма. Это очень важно для детских садов, для социальных учреждений, для любых государственных структур, которым необходим внебюджетный дополнительный источник дохода. В развитии, в повышении социального уровня жизни. Сергей Валерьевич, будьте добры, сделайте все возможное. Для того, чтобы Инновационный центр Крым был. У нас есть руна. Руна из древней ислаянской буквицы. ФИТА. Она вот так вот выглядит. В чем замысел? Руна это ген. Это ген, который имеет свой текст. То есть, когда он раскрывается, он начинает быть читабельным. То есть, это устройство генерации семантических образов. То есть, это знания про цивилизацию. Военные называют их мертвецкими. Семантика, древнеславянская семантика лингвистских элементов генетического кода. Этим занимались в Советском Союзе. О, вот так вот. Слушай, Ярик, мне удобно. Я же, ну, я сам себе режиссер. Да, но мне туда вниз не залезть. Извини, окопа нет. Молодец. Ну и что, чиновники? Я спросил, я сегодня спросил у Татьяны Рогозиной. То есть, она спросила, кто может остановить войну Украины, России. Я ей сказал, что он, наверное, так спросил. Понятная форма вопроса. Ну, какая-то своя, индивидуальная. То есть, я так спрашиваю. Я сказал, у нас есть устройство? Соединение, синтеза, руна. Которая имеет букву как в русском, так и в украинском алфавите. Алфавит это ген. Это генетика. Это таблица. Это алфавит. Это таблица генов. То есть, генных текстов. Это программный код. Это программный код, да. Совершенно верно. Вот это вот частичка программного кода, которые имеют свойство синтеза, то есть, соединения. Значение фито, здоровье, фито, идти вновь, то есть, следующий шаг к поколению, то есть, следующее поколение. Next. Здесь нет ни черного, ни белого. То есть, как бы здесь вот знак равновесия, но не нянь. И нянь это черные и белые. То есть, это разделение. Это модель мышления, анализа. Разделение. Разделяя в ласту. Это плоскостное выражение мира. То есть, это изображение виртуальное. А это материальное. Ее можно потрогать. Вот очень многие говорят, мы хотим потрогать. Давайте, трогайте. Вот. Это устройство. То есть, вся эта идея, она выражена в устройстве синтеза, соединения. Руны. Руны фито. Буквицы фито из порядка буквицы. Руны. Это Древнеславянская Руна. Так что Аксенову делать? Инновационный центр Крым. Изначально Инновационный центр Крым это место, в котором будет формироваться малоинновационное предприятие. Кроме этого. того, что казалось бы, выгодополучателей может быть три, скажем так, те два века, которые мы рассматривали своих министров в Семеновационном центре Крым и изобретатель. Казалось бы, других просто и не нужно. Но вот в этом весь и секрет состоит, что это дар. Дар изобретателя инновационного центра, если это министров, дар тем организациям, например, детский дом или полк, для того, чтобы они могли увеличивать свой бюджет, могли создавать внебюджетные источники финансирования для себя на будущее и тем самым, соответственно, держаться на плаву, потому что за последние 20 лет очень многие государственные учреждения бюджетные находятся в не лучшем состоянии. Это мы рассмотрели первый этап моделирования наш и переходим ко второму. Переходим ко второму этапу внедрения. Все участники владеют 100% акций малого инновационного предприятия. Но так как они не предполагают участия во внедрении, все эти участники сжимаются в 20%, в условные 20% владения этими исключительными правами по ваенному продукту и высвобождают 80%. 80% предполагается передать 51% производителю и 20% управляющей компанией. Управляющая компания как первый, так и второй может быть привлечена со стороны как аутсорсинг выполнения какого-то контракта потому что для тех, кому тяжело осознать, что такое увеличение бюджета, что такое те вещи, которые мы сейчас проговаривали, для них будет понятен более другой вопрос, который можно пощупать. А это именно непосредственно внедрение. этих исключительных прав он получает взамен на контракт, то есть с ним подписываются контракты и он дает обязательство об объеме выпуска этого изделия. Управляющая компания может быть частная, это может быть общественная организация, это может быть предприниматель, который изначально введен в право обладателя, производитель также может быть изначально введен в право обладателя, то есть он здесь имеет долю и он имеет долю здесь. Управляющая компания здесь имеет долю и она имеет долю здесь, то есть она увеличивает 100% путем управления этим активом. Управляющая компания занимается маркетингом и реализацией и контролем производителя, то есть взаимодействия производителя и патент-обладателя. Патент-обладатели тоже соответственно взаимодействия с управляющей компанией. Но патент-обладатель является В данном случае несут статус именно ретариев, занимаются своим творчеством, своими непосредственными обязанностями, своим трудом и тем самым имеют пассивный доход. У нас состоится 9% плавающих, которые могут перейти как производители, так и управляющие компании и патентобладатели. Все, внедрение.